Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 января и приближается время посевов, поэтому я сейчас хочу поговорить с вами еще раз о сорте банановые ноги. Этот сорт уже дошло до смешного. Вот этот сорт, вы наверное многие видели его на сайтах, на другом там на одном. До того прошла вот эта агрессивная реклама, что он буквально выскакивал при любом, начнешь искать любой сорт томатов, выскакивал банановые ноги. Вот партнер там и еще один сайт. И многие люди, даже у меня нынче, каждый второй спрашивал, у вас есть банановые ноги, у вас есть банановые ноги. И вот благодаря этому ажиотажу цену на эти банановые ноги подняли до 100 рублей, по-моему, пачка. Вот я не видела у нас в магазине, мне сегодня прислала девушка Аля из Екатеринбурга, потому что они, как сказать, люди даже сами уже мне советуют. Вы вырастите на участке вот эти томаты и объясните людям, что он не так хорош, как его разрекламировали. Многие, кто выращивал, вот они уже пишут, что он пустой по вкусу, что он бывает пустотелый, что он не очень сладкий, не очень вкусный. Но я ничего не могу сказать ни хорошего, ни плохого, потому что я его ни разу не выращивала и в магазине я его не видела. Но по 100 или по 80 рублей пачку я, конечно, не настолько, чтобы покупать его, выписывать. Я и не хотела его покупать. Но вот теперь мне уже 4 человека выслали разные банановые ноги. Выслали из Белоруссии, выслали там еще из какого-то города. Вот последние вчера получила с Екатеринбурга, выслала Аля и пишет, дайте вы, пожалуйста, свое мнение. Так что будем нынче вы, как, испытывать, выращивать банановые ноги. Но вот эти банановые ноги, это истинно банановые ноги, которые рекламируются, которые продает фирма-партнер. До этого мне приходили без пачек. Одни приходили вообще саморощенные семена, ну, со своих. Другие присылала девушка немножко из пачки. И описание, главное, вот этого сорта у всех разное. Кто бы ни выращивал, у всех по-разному. Одни пишут, что нет даже полосок, хотя тоже под наименованием банановые ноги приобретали. Другие пишут... Ну, вот смотрите, я сейчас вам прочитаю описание то, которое у настоящих, вот у банановых ног, купленных официально. Написано, томат, ультраранние банановые ноги, полудетерминатный, то есть он будет невысокий. От сходов до сбора 90-95 дней первое соцветие закладывается высоко, над 9-11 листом. И последующие через 2-3. Поэтому вот когда на картинке я видела, что они прям сплошь, вот эти гроздья висят, было очень интересно. Если через 2-3 листа, то они должны быть через какое-то расстояние. Посмотрим летом. Окраска плодов насыщена желто-оранжевого цвета с желтыми полосками. Вот натуральный должен быть именно с полосками, в которых заметны вкрапления розового цвета. То есть у настоящих банановых ног цвет должен быть неоднородный. Они и в зеленом виде, как немного полосатые, и в зрелом виде. У них такие, как вкрапления. Масса 80 грамм двухкамерной цилиндрической формы с бугорчатой поверхностью и сильно оттянутым острым носиком, склоненным в сторону. Вкус плодов очень хороший. Мякоть тает во рту, написано. Мы проверим, тает она или нет. И семенные камеры небольшие. Значит, он должен быть мясистый. Растение желательно формировать в 2-3 стебля, но допустимо формирование до 5 стеблей. Также допустимо загущенная посадка растений, 5 растений на метр. То есть вот эти томаты, как я поняла по описанию, их можно выращивать так же, как демидов. Вот который у меня сорт самый такой. Ну, основной демидов и настенька. Их тоже 5-6 растений на метр. И они тоже терминантные, невысокие. Вот он тоже выращивается так же. Ну, вот посмотрим. У меня теперь скопилось нынче 4 вида банановых ног. В этом году я посею все понемножку. Немного вот этого, который вот в авторской пачке. Немного следующего, немного из Белоруссии. И посмотрим, какие же банановые ноги на самом деле, которые партнер рекламирует. Что они должны таять во рту, они должны быть вот такие и такие. Мы это все посмотрим. Вообще меня радует, конечно, вот такой интерес людей, что они хотят именно испытать, проверить. Сейчас уже многие не верят на слово. И так как комментарии вот по этому поводу, по поводу этого сорта очень разнообразные. Если про загадку природы в том году я сняла видео, выложила, и все согласились, все в ответ написали, да, действительно, это очень сладкие томаты. Мне тоже их прислали. Да, действительно, они крупные, они урожайные. То про банановые ноги, как только заходит разговор, очень разнообразные комментарии. Кто-то пишет, что даже не садить и не стоит, что они деревянные и вообще пустые. Кто-то говорит, что очень урожайные и хорошие, посадите. Вот мы посеем и посмотрим. Еще в этом году хочу посмотреть, прислала еще одна, очень уважаемая моя, дорогая заказчица из Германии, Анна Вагнер. Вы представьте, какие семена она мне прислала, сокровища, которые мы будем испытывать нынче. Я все вам расскажу. А, и про банановые ноги хочу сказать. Кто хочет вырастить банановые ноги, не торопитесь, не покупайте по 80 или по 100 рублей. Я на будущий год семена разведу, будет цена также 1 рубль за семечко, 10 рублей пачка. Все, кто хочет, все купят. Монгольский карлик тоже по дорогой цене многие набрали. Я в этом году высылала по 10 рублей. Ничего особенного в нем нет. Обыкновенный, хороший, урожайный, массовый такой сорт, но цены на них из-за рекламной кампании неоправданно высокие. Все семена должны стоить одинаково. Я вот хочу сказать про это. С Германии прислала мне семена одни. Вот смотрите, написано, что она живет в Германии. Ей прислали из Италии. Вот из Италии итальянский сорт прислали в Германии. Она там опробовала, он ей очень понравился. И вот хочет, чтобы вот этот итальянский сорт, который в Германии понравился, еще вырастили в Сибири, посмотрели. Она пишет, семена томата сорта карацонт. Ну, у нас и не может быть такого, конечно. Мне подарили из Италии, пять лет его сажаю, имею вкусные, мясистые, красные, в форме, не пойму, в форме мешочка, что ли. В теплице и в открытом грунте 500 грамм зависит от формировки. Надеюсь, приживется у вас. Вот, будем испытывать сибирский, потом вот аметистовую драгоценность тоже уже второй раз мне присылают. Вероятно, хороший сорт, если люди советуют, и прям безвозмездно, прям присылают, просто, чтобы я вырастила и развела этот сорт. И вот с Литвы, сейчас скажу, или с Литвы, или с Латвии, она у коллекционеров заказывала, сама развела, ей очень понравилось, прислала нам. Вот теперь в Сибири у нас будут расти вот эти вот итальянские, латвийские, литовские, германские томаты, все это мы попробуем. И если будут они хороши, конечно, я их разведу. И хочу особую благодарность выразить девочкам, девушкам, женщинам, которые прислали мне просто так, в подарок, вот такие, смотрите, очаровательные рушники. До чего садоводы, огородники, я вот до сих пор поражаюсь, до чего они добрые, отзывчивые люди. Вот эта женщина пожилая, она вышивалась, сидела, вот это все, это не купленные, не магазины, это все, все, каждая вышита тоненьким-тоненьким крестиком и кружево. Я уже говорю, что в детстве у нас у бабушки вот на углах, где иконы стояли, висели такие рушники. Сейчас, конечно, у нас нет угла с иконами, он у меня будет просто для красоты, это очень приятно, и все вот в преддверии этого посевного сезона, все стараются друг другу сделать какой-то подарок, хочется сделать всем друг другу приятно. Мне нравится, что мы общаемся на такой волне, что у вас у всех такое позитивное настроение, хочется дарить людям радость, дарить подарки. Все, посевная начинается, мы все на зеленой волне. Хорошее настроение, ждем хорошего урожая. Вам тоже желаю всем следить за моими видеороликами, буду показывать, как я испытываю и банановые ноги, и итальянские, и немецкие томаты. Кому что понравится, смогут выбрать на будущее. Продолжение следует...